Доброе утро, дорогие друзья! Сенсация! Сенсационное известие! В США зафиксировали более 350 случаев заражения оспой обезьян. Болезнь захватывает штат за штатом. Напоминаю, что по первоначальным сообщениям, оспа обезьян вроде как должна передаваться только в очень специфических условиях. Так сказать, в условиях, во-первых, Африки, во-вторых, в условиях нетрадиционных сексуальных контактов между людьми одного пола или между людьми и животными. Что же там в Америке такое происходит? Уже зафиксирован 351 выявленный случай. При этом, согласно статистике, еще сутки назад в стране было подтверждено лишь 244 случаев. Наибольшее количество заразившихся проживает в штате Калифорния. О, ну это известный своими нетрадиционными отношениями штат. Там, в первую очередь, раньше всех остальных американских штатов были легализованы всякие вот эти вот истории. На втором месте находится штат Нью-Йорк, густонаселено 74 человека. Третье место занимает Флорида. Там обезьянение оспы поразило 46 человек. Напомню, к настоящему времени во всем мире насчитывается уже более 3000 заболевших этим опасным вирусом. Ранее сообщалось, что в соседних СРФ странах фиксируются первые случаи заболевания оспой обезьян. Боже, что же нас ждет, что же будет дальше? А вот, пожалуйста, вирусы польются, как из рога изобилия. Череда инфекционных заболеваний, обрушившихся на Великобританию за последние 6 месяцев, позволяет предположить, что в скором времени государство может поразить болезнь Икс, по мнению экспертов по болезням. Видите, у нас есть эксперты по болезням, которые говорят о том, что скоро будет вообще караул. Профессор Марк Вулхаус говорит, что на горизонте может появиться нечто более серьезное. В Великобритании только в этом году были зафиксированы птичий грипп, грипп ласса, геморрагическая лихорадка, обезьянение оспа, а еще забыли добавить в список гепатит неясного происхождения, а вспышка полиомиелита. Короче говоря, вот эти все истории, это прощупывание почвы. Как только в виде реакции почувствуют, что можно, я уж не знаю, какие именно критерии они будут использовать. Возможно, если они увидят, что люди испугались, люди запаниковали, то можно еще подлить маслица в огонь. Ну, например, рассказать, что дети от этого умирают очень быстро, или рассказать, ну, что-нибудь, что-нибудь эдакое. И в течение ближайших месяцев или лет нас точно ждет новая волна массовых локдаунов. Главный вопрос, который сейчас меня, например, интересует, это что касается конкретно России. В стране, где я живу и жить хочу. Здесь, в России, все-таки появится какой-то суверенитет, или мы и дальше будем плясать под дудку международных организаций, типа Всемирной организации здравоохранения. Вот он, краеугольный камень. Вот он, главный вопрос. В Великобритании, в Америке могут делать что угодно, и в постелях своих, и там, на площадях, и решения принимать. Я хочу, чтобы в моей стране решения принимались, исходя из общественного интереса. Надзорный орган Евросоюза, вот это очень интересная история. Надзорный орган Евросоюза два месяца назад обвинил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, то есть это очень серьезный чиновник Урсула фон дер Ляйен, в недобросовестном управлении, и приказывает ей передать секретные тексты переписок с директором Pfizer. То есть есть международная корпорация Pfizer, европейское руководство с ними общалось в секретном режиме, и надзорный орган Евросоюза говорит, что-то там вы какую-то замутили, опубликуйте вашу переписку, мы требуем, это наше законное требование, раскройте, что вы там обсуждали, мы должны все это знать. Детали. Омбудсмен Евросоюза Эмили О'Рейли дала официальную рекомендацию офису фон дер Ляйен. Прошу прощения. Кажется, пока говорю на улице, на природе, мошку проглотил. Короче говоря, дело в том, что в апреле прошлого года Нью-Йорк Таймс сообщили, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и гендиректор Pfizer Бурла обменивались текстовыми сообщениями и звонками по поводу закупок вакцин для стран Евросоюза. Глава Еврокомиссии использовала личную дипломатию, чтобы заключить сделку почти на 2 миллиарда вакцин Pfizer посредством текстовых сообщений с гендиректором. Прошло два месяца. И чем же закончилась эта история, когда официальные лица Евросоюза потребовали «раскройте, что у вас там за переговоры были, госпожа фон дер Ляйен». Комиссия Евросоюза заявила, что больше не может найти переписку между главой Европейской комиссии и гендиректором Pfizer. Мгновенные сообщения в целом не содержат важной информации. Еще раз. Вас обвиняют в каком-то серьезном преступлении на 2 миллиарда вакцин, на много-много миллиардов евро. С вас требуют предоставить вашу переписку, и выясняется, что переписка уничтожена, утеряна. Мы не можем вам ее предоставить. Это как называется? На русском языке, на английском языке? По-моему, это что-то не очень законное. Директор Всемирной организации здравоохранения. Что ж такое-то? Гражданин Гебрейсус говорит, что безопасность здоровья не может быть добровольной. Вот до чего уже дошло. Прямым текстом. Мне интересно, что на это скажут российские либералы. Они же у нас за права и свободы. Российские, американские либералы. Но в вопросе вакцинации, как только им промывают мозги, они тут же забывают о собственных принципах. Выступая на встрече министров иностранных дел стран Содружества 23 июня 1922 года, гендиректор ВОЗ сделал несколько довольно тревожных замечаний относительно наших прав и в то же время дал всем понять, что на самом деле... Чем на самом деле является Всемирный договор о пандемии, который готовится подписывать при этой организации? Цитата. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что глобальная безопасность здоровья не может быть оставлена добровольным механизмом или доброй воли. По нашему мнению, новый инструмент может быть по-настоящему эффективным в обеспечении безопасности будущих поколений от пандемии только в том случае, если он является обязательным к исполнению соглашением, защищающим индивидуальные свободы и национальный суверенитет. Еще раз, друзья мои, никакой свободы. Вам скажут и вы обязаны. Еще раз, принудительная вакцинация становится реальностью. Это даже не будет обсуждаться. После того, как Российская Федерация подпишет это самое пандемийное соглашение, все, приехали. Невакцинированные учителя, школьные персоналы, работники детских учреждений Австралии смогут вернуться на работу со следующей недели, через два месяца после того, как сотни людей были официально уволены из-за отказа сделать прививку против COVID-19. Австралия была одной из самых оголтелых стран в плане введения коронавирусных ограничений, в том числе из-за этого, в связи с этим, там возникло массовое народное недовольство и акции протеста. И вот, пожалуйста, после, по прошествии длительного времени, даже Австралия, отменяет запреты, снимает эти ограничения. Люди, которых уволили, их заклеймили позором, теперь им позволяют вернуться на работу. Может быть, не в свою школу устроиться, не в свой детский садик или больницу, поликлинику, но, в принципе, запрет на работу снимается. Раньше это был прям запрет-запрет. Как мы и предполагали, в принципе, коронавирус сделал свое дело, страны, чиновники, готовы заключать пандемийное соглашение, и уже через полгода, через год, будет новая какая-то пандемия или новый штамм коронавируса какой-то страшный, какой там после Омеги будет идти. Омега, ну, Омега это уже последнее, ну, да, Омикрон был. В общем, в общем, страшные, страшные дела происходят. Нам приходится быть настроенными и готовиться к тому, что нас ждет новая пандемия. Я очень настоятельно прошу и рекомендую всем, дорогие друзья, сходите, поговорите с врачом. Возможно, вдруг окажется, что у вас есть противопоказания. И лишние всякие процедуры вам делать по медицинским показаниям нельзя. Не только от коронавируса, но, может быть, и от других каких-то заболеваний. Путешественники с нетрадиционной сексуальной ориентацией вступали в беспорядочные половые связи на вечеринках в Нигерии, где и заразились. Для западной части африканского континента оспы обезьян характерны. Такие заявления сделал представитель центра имени Гамалей. То есть пока весь мир в шоке и панике от страшной оспы обезьян. Представитель центра Гамалии говорит, что нам-то бояться нечего. Мы же с обезьянами в какие-то подозрительные сексуальные отношения не вступаем. Я хочу запомнить эту цитату и в момент, когда если во всем мире все-таки разразится такая же паника по теме обезьянь и оспы, то у нас будет вот свидетельство. Вот видите, вот вы же говорили, что нам это не грозит, потому что у нас нет обезьян в таком количестве. Посмотрим, посмотрим, друзья. буду держать вас в курсе. Надеюсь, что кашель пройдет. Всех вам благ, берегите себя. Пока.